Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Театр на изнанку» и я, ее ведущая Каэри. Сегодня у меня в гостях режиссер Игорь Коробейников. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, зрители и слушатели этой программы. Игорь, вы ведь начинали изначально свою карьеру как актер. Актер театра, как актер кино. Да. Расскажите, пожалуйста, о своих первых работах в театре и кино. Первые работы в театре и кино. Я закончил в Щукинскую школу. Я считаю, что это одна из лучших школ вообще у нас в стране. Класс профессора Калиновского. И в 89-м году я впервые попал на пробы на киностудии. Это была киностудия Горького. Я очень волновался, когда шел по коридорам, смотрел на стенах, там, висели фотографии артистов, которые были моими кумирами, моими звездами. И первые пробы я провалил. Я так переволновался, что после проб пришел в метро в Московское, я сел на скамейку прямо на станции ВДНЛХ и уснул. Вот настолько, как бы, было сильное у меня потрясение, что я так сел у стеночки и все, и выключился. Вот. Ну, затем уже в 90-м году я получил первую свою главную роль в кино. Фильм назывался «Генка, брат мой». Это была работа для Одесской киностудии. Я играл водителя такси. Это была очень смешная история. На самом деле, я никогда не водил машину. Но, как любой актер, я всегда мог сыграть все, что угодно. Нужно сыграть хирурга, да, ты берешь и играешь хирурга. Я достаточно легкомысленно ко всему отнесся. Я подумал, ну, водитель такси, это ничего сложного нет. Сел и поехал. И так получилось, что я... Когда меня спросили, а водите ли вы машину? Я сказал, да, конечно, я вожу машину. И когда я прилетел в Одессу и пришел на съемочную площадку, то я увидел ГАЗ-21 с ручным переключением скоростей. То есть это был такой монстр допотопный. И такой машины я вообще в глаза не видел. Мне нужно было сесть в нее и поехать. Ну, я сел и поехал. Сбил все яблони вокруг, врезался в забор. Ну, вот такой опыт был первой работы. Ну, картину отсняли, я сыграл главную роль. Фильм получился достаточно симпатичный. Он даже сделал какие-то призы на кинофестивалях. И с тех пор вот началась моя как бы карьера актерская в кино. Дальше я снимался. Я работал и с Шах Назаровым в «Царе убийцы». Я работал с Игорем Таланкиным в «Бесах». Я работал... Ну, в общем, у меня порядка там где-то около шести главных ролей. А последнее, что я делал, я снимался в сериале «Даша Васильева». У меня была очень интересная такая экзальтированная эпатажная роль. Потом я снимался в «Проклятом рае», играл «Хозяина». И... И все названия многоговорящие. Да, многоговорящие названия, да, достаточно. Ну, то есть, я считаю, что... Ну, как бы мне повезло на самом-то деле. Единственное, что обидно, что вот период с 92-го года, потому что до 92-го года я снимался достаточно успешно и совершенно не нуждался там ни финансово, ни... Я был морально успокоен, потому что у меня было порядка четырех предложений в год. Это для молодого актера очень, как бы, удачное начало, да. Но в 92-м году кино закончилось благополучно, и я оказался неумдел. Так же, как и все на самом-то деле. И получилось так, что пришлось искать дополнительную работу. Я стал себя пробовать в режиссуре, и это достаточно как-то удачно у меня получилось. Я снял первый свой клип «План Аэроплан» на песню Саши Рыбкина «У меня есть план», которая была достаточно известна в свое время. Это был 92-й год. Песня тут же попала в «Парад парадов», она попала и в заставку, и она была одна из лучших песен, как бы, в номинациях там, да, программы «Парад парадов». И после этого я снял клип «Замок из дождя» с Володей Пресняковым. Тоже получилось достаточно удачно. Я считаю, что клип, как бы, определяет музыкальные вкусы целого поколения, да, людей. А вот, кстати, о клипе «Замок из дождя». Он же снимался как реклама, как протеча какому-то фильму. Да, фильму. А, что за фильм? Значит, была такая смешная история. Значит, в 92-м году, когда я оказался неудел, и мне нечем было заняться, я подумал, что самое время продолжать заниматься самообразованием. Я поступил во ВГИК на годичные сценарные курсы, стал учиться во ВГИКе, ну, и, естественно, это и тусовка молодежная, да, еще мы были все молодые, и общение дополнительное. Вот. И у нас было такое задание – написать заявку на сценарий. И я придумал, как бы, историю такую фантастическую. То есть мне безумно нравился сюжет Эдварда Родзинского, вообще с Эдвардом Родзинским у меня очень многое связано, потому что это один из моих любимых авторов, да. И это я вспомнил сюжет «Книжины Таракановой». Вот у него есть сюжет, да, разработанный. Я… те экранизации, которые я смотрел, мне они не очень нравились. Я придумал историю фантастическую о том, как молодой современный человек попадает там в 17-18 век, он встречается с этой «Книжиной Таракановой», он в нее влюбляется, и затем он, зная о том, что эту девушку ждет смерть в Петровских казематах, да, во время потопа, он предпринимает все попытки для того, чтобы ее спасти. Чем, как бы, мне показалась интересна эта идея? Во-первых, потому что, значит, этот фильм многожанровый, он и объединяет себе и мелодраму, и приключения, и экшен, и фильм-катастроф, потому что, вот представьте, да, если показать очень красиво вот этот потоп, то я думаю, что, ну, что можно сравнить? Ну, «Титаник» можно сравнить, да, вот по визуальным вот этим, да, по красоте, да. Да, да, все это, да, вот это все затапливается. А представляете, Питер, да, по улицам, когда несутся вода, да, это визуально очень красиво, да, все получается. Вот, и я написал такую заявку, и я подумал, там была роль Екатерины Второй. Я подумал, а кто вот может сыграть в наше время Екатерины Второй? Вот Екатерину, да, чтобы в нее поверили, вот что она царица. И мне ничего не пришло более оригинального, чтобы отправить сценарий Алле Борисовне Пугачевой. И как ни странно, это так получилось смешно. Алла Борисовна, прочитав сценарий, оказывается, она читает почту, которая к ней приходит. Ей просто привезли в театр Аллы Пугачевой и положили секретарю, передали конверт, на котором было написано, что это сценарная заявка. Она прочитала это письмо, и буквально через два дня в моей комнате маленькой, в Чертаново, раздался телефонный звонок. И когда моя жена подняла трубку, она сказала, я такой сплю и слышу такой голос, какая Пугачева. Я такой подпрыгиваю, потому что она не в курсе была, что я отправил. Я подпрыгиваю, и тут же хватает трубку, телефонную, говорю, алло, алло. И Алла Борисовна пригласила меня к себе в Олимпийский, за мной прислали машину, меня туда привезли. Я приехал, мы поговорили обо всем. И когда я шел к Алле Борисовне, мне говорили, у вас только 15 минут, вот все, она там, как бы, Примадонна занята, у нее график есть расписан, 15 минут и все. Вот. И я пришел туда, разговор, наверное, длился у нас часа два с половиной. Вот мы так общались, как будто я ее тысячу лет знала, она меня тысячу лет знала. Мы сидели, смотрели, я ей показывал свои работы какие-то, режиссерские работы такие, какие-то наметки, да, там режиссерские, я рассказывал о сценарии, об идее, обо всем. И Алла Борисовна все это внимательно выслушала, она мне сказала, она говорит, что, ну, ты понимаешь, на самом-то деле, да, сыграть вот Царицу Екатерину, это очень круто, это серьезная психологическая роль, да, драматическая. Но, говорит, у меня есть идея, а почему тебе на главного героя не пригласить Володю Преснякова? И я подумал, то есть вначале, да, не было, как бы, идеи, что это будет музыкант, это просто человек, попавший туда. Я подумал, да, это как бы дополнительный, да, плюс к картине. Во-первых, музыка у Володи потрясающая, да, лирические, мелодика, да, музыки, и голос, и вообще все. И это те годы, когда Володя был просто на пике популярности. Я помню его концерт в Олимпийском, я не знаю, люди бросались в проходы от экстаза и от того концерта «Замок из дождя», который вот я смотрел, это было вообще что-то, что-то, что-то потрясающее. Вот. И я позвонил Володе, это самое, мы с ним поговорили, назначили встречу, я приехал к нему, опять же, в театр Алборисов, он передал, ну, показал заявку, мы все это дело обсудили, он мне говорил, ну, рассказывай, рассказывай мне. Он, как бы, такой человек, ты ему должен рассказывать, как бы, вот, то, все, все, что ты видишь. И вот он сидит, и, как бы, он все эти флюиды ловит в себя, и, да, впитывает, вот, вот, если он загорается, и, как ни странно, вот, он загорелся очень сильно, да. И я ему отдал эту заявку, все это дело, мы пообщались, я ему рассказывал, что, как, чего. И затем, после этого, я ему написал сценарий силу за две недели, он летел в Германию, я помню, прямо перед самолетом ему передали этот сценарий, он прочитал его, и уже отзвонил из Германии, мне сказал, Игорь, да, мне это очень нравится, это очень здорово, как бы, все замечательно, мы начинаем работать. И вот мы, как бы, запустились с этим проектом в 92-м году, в 90, да, в 90, нет, даже в 93-м, наверное, пока суть доделал, пока шли переговоры. Вот в 93-м году мы нашли деньги, мы запустились с этим проектом, но потом произошла инфляция, очередной обвал был денежный в стране, и те люди, которые нас финансировали, я считаю, что замечательные люди, они, к сожалению, вынуждены были отказаться от этого проекта. Хотя вот мы отсняли, да, какую-то часть материала, мы уже некоторые моменты отсняли. И еще было очень здорово, здесь были на этот, на главную роль мы искали лицо совершенно необычное, то есть вот она, эта девушка, потому что, сколько показывает Тараканова, вы знаете, ну, сложно поверить, что в эту женщину, да, влюблялись люди, они бросали состояние к ее ногам, они бросали, ну, представьте, там граф Радзивилл, да, для того, чтобы ей, как бы, ее, не то, что там, не покорить, а чтобы ее, ее удивить, он после бала закупил огромное количество соли и засыпал все дороги солью, как будто снегом, да, все крыши, дома, деревья, вот утром вы приезжаете летом, да, бал идет, да, все, 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 вы утром выходите, и вдруг вы попадаете, снег круглым, и он гостей вывозил на тройках из своего особняка, вот это все было сделано ради нее. Представляете, какая женщина должна была быть? Она, простите, меня показывают, как бы, девушек, мягко говоря, которые, это вот сейчас есть понятие, там, гламура, да, что девушки как-то, а в то время достаточно сложно было поверить в тех героинь, которых нам предлагал экран, да, что вот ради этой красавицы можно бросить вот это все. Поэтому мы делали кастинг, на кастинге было более тысячи претенденток, вот, и мы выбрали Наташу Харитонова, которая сейчас работает, насколько я знаю, в Америке, очень удачно, в Голливуде она снимается. Вот такая история. Мы сделали клип, замок из даже из отснятого материала, но я надеюсь, что этот проект продолжится, потому что я продолжаю его двигать, и этот проект как вино, он с гадами становится только крепше, потому что Володе там надо играть сразу две роли, он должен еще помимо этого сыграть графа Орлова, и посмотреть, как он сейчас стал, да, мужественный, красивый, там, широкоплечий, да, а граф Орлов ударом кулака убивал быка. Поэтому вот я считаю, что, да, да, вот сейчас вот эта роль, она никуда не уйдет. Я просто надеюсь, что когда-то это состоится. А прошло уже, получается, сколько, 14 лет? Да, да, прошло уже 14 лет, ну что я могу сделать? Вы понимаете, проекты, к сожалению, ну, у меня были проекты, которые я двигал 6 лет, да, есть проекты, которые я сейчас, да, допустим, хожу, предлагаю проекты, есть проекты, которые двигаются по 3 года. Это все, не от нас зависит, это все там, как там, в канцелярии тебе скажут, а, можно. Все, тогда все произойдет. Вот вы снимаете в своих фильмах звезд. Сняли Андрея Губина в фильме «Я знаю, ты знаешь», Лариса Долина «С новым годом, с новым счастьем», Филиппа Киркорова снимали. Иру Султыкову снимал, и вообще, да, «Крылья». Я скажу почему, потому что вообще мне очень нравится жанр, когда ты обредил мюзиклом. Вот когда я был артистом, на самом-то деле, я хотел быть артистом мюзикла. Я как поступал, когда я как артист, я предполагал не оперетты, а именно мюзикла, того жанра, которого в этой стране тогда не существовало. Я мечтал о том, что я буду артистом мюзикла. Но, к сожалению, как бы вот этот период, потому что после того, когда началось безвремение для кино, я стал работать с телевидением, и я стал работать с рекламой и работать как клипмейкер, в то же время я еще продолжал работать в Театре на Таганке Юрия Петровича Любимова. Театр, да, музыкальный, там есть как бы проекты, в которых актеры поют и так далее, но это все равно не мюзикл, это зонги, это так далее. А вот мне бы хотелось дать мюзикл тогда. Вот, и я... Театр на Таганке хорошая школа. Да, очень хорошая школа, конечно. Я считаю, что одна из лучших, наверное, школ. И именно если брать Юрия Петровича Любимова, то этот человек... Вот я могу сказать, что сидя на его репетиции в зале, даже ничего не надо делать. Вот я в своей жизни, на самом-то деле, встречал очень много людей, когда ты ничего не делаешь. Не надо за ними повторять, не надо их снимать, да. И нужно сидеть просто и слушать. И вот просто как открыть себя. И вот тот поток, да, тот поток, который в них присутствует, да, поток их таланта, он будет в тебя вливаться. Он не может не вливаться в тебя, потому что эти люди настолько талантливы, что тебе нужно только вот как бы расслабиться, да, и получать от них вот это... Вот как бы вот это все. Вот поток энергетика. Да, да, да. И вот Юрий Петрович Любимов, он один из таких людей. Потому что когда ты видишь, как он репетирует, я могу сказать, что вот абсолютно ощущение, что это что-то высшее какая-то сила. Потому что то, как он подает материал, у него... Ему достаточно сказать два слова, да, и это будет как вот... Вот я не знаю, это как... Как это... Иероглиф. Вот он, да, состоит из трех черточек, но несет такой огромный смысл, что ты сидишь и ты удивляешься, насколько... Как это происходит. И очень много у него за словами. Вот он говорит два слова, огромный объем знаний и энергии переходит в тебя просто через два слова. Это потрясающе. Вот я как-то снимал интервью с Росраповичем, вот меня поразило, что вот это тоже был тот человек, у которого, вот, его нужно было просто слушать внимательно, для того, чтобы в тебя это переходило. И есть такие люди, по жизни мне везло, встречались, когда не нужно ничего, не надо, как бы, ситуацию прессовать, оно все к тебе придет. Оно все к тебе придет, и потом ты где-то подсознательно, да, у тебя срабатывают какие-то такие пункты, когда ты понимаешь, где хорошо, где плохо, и это благодаря им. То есть ты не задумываешь это все на уровне подсознательного, но ты уже знаешь, так нельзя, а так можно. Это очень здорово. А какая из ролей сыгранных в кино в театре оставила наибольший слег, наверное, самая значимая? Ну, в театре, наверное, это был Лаэрт. Я тогда был не такой. Оливбомова? Да. Это театр на Таганке. Вообще, спектакль был событийным, и в то время говорили, что, наконец-то, да, после десятилетнего молчания Таганка сделала спектакль, спектакль, да, который был ярким, интересным, об этом говорила Алла Демитова. В интервью я видел очень много было отснято репортажа об этом спектакле. Я играл там Лаэрта. Такой был худенький, весь романтичный. У меня были волосы практически по пояс. Вот такая вот копна волос. Да, вот такие волосы. Это было очень важно для этого спектакля. Специально, то есть это делалось. Это не моя была прихоть. Потому что вот у моего партнера мы начинали спектакль. Мы... Начиналось это все как зарождение. Зарождение сначала жизни, затем зарождение духа, зарождение культуры некой. И вот две противоположности, которые начинали этот спектакль, это был я и мой партнер. У него тоже были длинные, черные только волосы, если у меня светлые волосы по природе, да. И вот мы пластически как бы все это... То есть это было как визуальное решение, да. И затем как бы мой персонаж перевоплощался в Лаэрт, и его персонаж перевоплощался в другого человека, в какого-то, и мы работали. Вот. И что дальше было интересно? А в кино, на самом-то деле, если брать кино, был у меня такой фильм, который назывался «Дорога в парадиз». Да, это 91-го года работа. Я там снимался с Екатериной Дуровой, и Лев Константинович Дуров там играл одну из главных ролей. Я считаю, что работа достаточно интересна. Может быть, она не до конца правильно решена режиссерски, как я вот сейчас могу сказать, да, что если бы я стоял как режиссер, вообще идея там грандиозная. Идея, которая намного опередила время. И плюс к тому, там есть потрясающий, там очень хороший языковой материал, литературный, потому что писал Юра Белянский, он очень талантливый сценарист. Вот. И вот я знаю, что по интернету я вдруг увидел, что эти фразы цитируют. Вот вырезаются. Здесь начинают цитировать, значит. Да, это очень здорово. И я могу сказать, что, конечно, я бы, может быть, когда-нибудь, даже бы переснял бы этот фильм, может быть, с другими актерами совершенно, потому что мне... Я когда читал сценарий, я был потрясен, насколько это здорово было написано. Но, к сожалению, когда кино приходит на выход, как сказать, к несчастью, очень много людей, которые окружают кинопроцесс, они в нем не разбираются. И мне очень странно, когда административная группа, которая создает продукт, она мало в нем понимает. И режется по-живому зачастую, не понимая, что этого резать просто или убирать нельзя. Это очень важно для той или иной картины. Вот я там играл как бы человека, который, переступив все возможные жизненные принципы, да, пришел ни к чему. Потерял все. Очень интересная работа, очень сложная. Вот вы сыграли в театре Лаэрта. Лаэрт убивает Гамлета. А если в переносном смысле, как режиссер, как актер своего Гамлета убили? Да, Гамлета своего, да, убил, убил. Когда я ушел из театра на Таганке, это было волевое решение, я его принял сам, потому что я понимал, что нет никакой перспективы. В театре на Таганке нет никакой перспективы, к сожалению. У нашего режиссера, который сделал постановку Гамлета в театре на Таганке, произошел конфликт с руководством театра. И я не хотел, чтобы меня уволили из театра. Я как-то привык уходить отовсюду сам. И поэтому я сам взял шаг, я как бы опередил их, потому что, когда я ушел из театра, после меня уволили еще порядка, как бы, где-то, по-моему, 12 человек, которые работали в этом спектакле. И было очень сложно, на самом-то деле, психологически сложно, потому что ты привык... Актер – это такая структура, которая, как бы, вкачивает в себя энергетику, всасывает энергию зала. Это как лазер, да? Как кристалл такой, да? В который приходит множество лучей. Нет, ну, приходят, да, лучи. Они преломляются, и идет поток вот такой в зал. И организм, как у певца, допустим, да? У него работает певческий аппарат. Постоянно он репетирует, 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 да? То у актера за годы обучения в школе, у них настройка идет организма самого. То есть ты должен быть, да? Ты на самом-то деле донором являешься. Вот. А представьте здесь, да? Идет, как бы, энергетическая накачка твоя продолжается. Тебе нужно реализовывать, а реализации это и нет. Я знаю, что очень многие люди, почему там говорят, да, что актер там... Бывают несчастные случаи, бывают случаи суицида, бывают случаи, когда актеры в крайности бросаются, уходят в религию или куда. Это почему? Да потому что они не знают, что делать с этим. В дальнейшем они не могут управлять этим инструментом. И я, наверное, просто несколько месяцев сидел дома, заберев дверь, не отвечая ни на звонки, ни на что, ни с кем не общаясь. Вот. И я сидел, потому что я понимал, что в таком состоянии я не могу никуда выйти, мне нельзя просто никуда выходить. Почему? Потому что, как бы, все равно, да, актер это товар. И я имел просто, говоря, нетоварный вид. Внутренний нетоварный вид. То есть у меня не было того посыла, да, который бы показывал мою активную какую-то жизненную позицию. То есть для меня все потеряло смысл. А потом произошел в голове такой перевертыш, я понял, что есть ценности, ради которых стоит жить. Во-первых, это близкие твои, да, но это не... Вот для кого-то это самое главное в жизни. Я могу сказать, что для меня это не самое главное. Я не буду врать здесь и говорить, ах, какой я. Да, все равно для меня, я овен и тигр, для меня главное это работа. Это прежде всего определяет мою сущность. А близкие мои, это, естественно, сразу за этим идут. И они очень много подпитывают меня, и они очень много заставляют меня работать. Потому что я думаю, да, у меня всегда есть цель. Да, вот я должен сделать работу для этого. И тогда все получается на самом деле. А какого режиссера вы можете смело назвать своим учителем? Режиссера... Я могу сказать, что... Вообще, я учусь всегда, я смотрю все фильмы, да, и учусь постоянно. Я думаю, что... Как бы режиссер это та субстанция, которая должна постоянно, постоянно, да, она постоянно должна работать. В ней должно все там перевариваться, кипеть. Я хожу в магазин, когда я покупаю видеофильмы, люди вот ходят за продуктами с такими сумками, а я выхожу из магазина, из видеоотделов с такими сумками. У меня вот полные сумки, завалы просто. Завалы дисков сейчас лазерных. А раньше это было все видеокассеты, да. То есть вот просто завалы. Конечно, для меня, первым человеком, который просто вызвал у меня состояние потрясения, это был... Я сейчас скажу, это был Алан Паркер, это «Сердце ангела». Такого кино у нас не было, я когда его увидел, я понял, что это просто... Потрясающе фильм. И вообще, да. И вообще, этот режиссер для меня вообще является определяющим где-то в понятии режиссера кино. Почему? Потому что, во-первых, у него всегда актер на первом месте. И понимаете, как бы быть непонятым режиссером я не хочу. Вообще, я не очень люблю и не очень как бы верю людям, которые мне говорят, «Ах, я такой гений, да, но меня не поняли». Ну, не поняли, купи видеокамеру на ВВЦ, продают их массу. И снимай там своих близких, знакомых, и будь непонятым дальше. Кино – это все-таки производство, да, мы производим продукты, этот продукт должен приносить офисболк, да, он должен приносить прибыль для людей. Вот я считаю, что Алан Паркер – один из немногих, который просто с блеском справляется с задачей. Потому что, вот берем «Багзи Милова», да, фильм, детский, «Жуди Фостер» маленький, да, девочка такая, вообще супер. Потрясающий кем. Я когда увидел, я просто обалдел. Детский мюзикл для ребятишек, насколько прикольно все это сделано, насколько это интересно. Я понимаю, что дети это будут смотреть. И я, взрослый человек, это смотрю, да, насколько сразу, да, сегмент расширяется. И взрослый смотрит, и дети смотрят, да, продукт переносит прибыль. Берем «Сердце ангела», одно направление, триллер, да, жесткий, страшный, такой мистический. Берем там «Стена», да, дальше, да, мюзикл, да, идет. То есть, человек вообще многогранный, очень широкий диапазон. Вот для меня, как бы, Алан Паркер, вот он вызвал у меня потрясение просто. Затем Питер Гринвей, визуальный ряд которого, я помню, это что-то настолько яркое, ослепляющее и потрясающее, что, посмотрев какой-то из его первых фильмов, по-моему, «Повар-вор», да, «Повар-вор», «Повар-вор», и там длинное название, и ее любовник заканчивается, да, вот, я где-то дня два просто не мог разговаривать вообще с людьми. Я ходил, молчал, я не хотел разговаривать с людьми, потому что мне хотелось вот эту атмосферу, да, ее сохранить в себе. Я просто не хотел, ну, я мог себе позволить, я же артист, не хочу говорить, разговаривать, да, и я хожу не разговариваю ни с кем, вот. Пускай, что хотят, то и думают. Но вот эта вот атмосфера, она была очень важна для меня, мне хотелось, чтобы я ее полностью внутренне сохранил, чтобы она вошла в меня. Потрясающе, да, режиссер. Потом фильм «Аль-Мадамо», вообще, потрясающе. Насколько человек, насколько человек доказывает всем, что кино можно снять. Вот, понимаете, вот, представьте фильм «Аль-Мадамо», да, «Возвращение», простая история. Какая-то мама, которая скрывается, вдруг она в багажнике автомобиля, там она спрячется, где-то под кроватью, я помню. Но у меня мурашки по коже. Никакие спецэффекты никогда так не напугают, потому что он настолько правильно создает атмосферу, и у него настолько правильно работают актеры, и опять же, да, абсолютно актерский режиссер. Нету там, понимаете, прикрывания режиссурой, да, там, вот выпячивание себя. А здесь я сделаю так, а я умею так, я могу еще подпрыгнуть, хлопнуть там ушами, и постоять на одной ноге. Нет, ты смотришь, вот актеры, мне ничто не мешает, я слежу за ними, да, за актерами. Я погружаюсь в этот мир, и вдруг, когда происходит событие, мне настолько это бьет по нервам, что я вздрагиваю там, когда мне необходимо вздрагивать. И вот представим, да, что Альмодавр снял фильм на ВХС, все равно будем смотреть. Значит, бюджет не определяет кино. Абсолютно, да, точно. Не определяет бюджет, определяет кино режиссер. И вообще, я сейчас, когда мне говорят, кино стало продюсерским, хочется взять и засмеяться во всю горло. Я понимаю, продюсер Спилберг снимает, да, кино. Продюсер Спилберг, я доверяю. А когда снимает Ваня Пупкин, продюсер, который вчера, извините меня, я не знаю, там, чем где-то занимался, он приходит, да, ему там 25 лет, он начинает мной руководить. И, понимаете, он говорит, что это не надо так. А почему? Почему он объяснить не может? Ну, просто это не надо. Это вот как бы... Я так чувствую, говорит мне продюсер. Странно. Такое ощущение, что мы зарабатываем не деньги, да, а я... И продюсерам кажется, что они мне заплатили деньги, и я должен их ублажать. Извините, у меня есть сауны, идите там, будут вас ублажать. За ваши деньги. У меня профессия немножко другая. Да, я делаю продукт, который четко должен приносить деньги. Меня интересует только это. Я хочу быть коммерчески успешным режиссером. Именно коммерчески. Почему я делаю музыкальное кино со звездами? Потому что звезды коммерчески успешны. Потому что мне с ними интересно. Потому что завоевать доверие звезды очень сложно настоящего человека творческого, да. Вот возьмем Андрея Губина. Потрясающий человек. Сам. Там говорят папа, так далее и тому подобное. Вообще, я могу сказать, что по поводу папы это была легенда, прежде всего. Для того, чтобы... А ее придумал, по-моему, даже сам Андрей, для того, чтобы ему было более легко, чтобы показать в шоу-бизнесе, что за ним есть какое-то прикрытие. Иначе я представляю этого бы... Как бы парня его бы растоптали в нашем бизнесе, да. Поэтому была придумана легенда папы. Но на самом-то деле человек своим талантом показал, что он умеет делать. Игорь Крутой дал для его раскрутки деньги. Я точно знаю это, да. И все абсолютно честно. Андрей их честно отработал. И все сам, понимаете. Рядом с ним не было продюсера, пафосных имен и так далее и тому подобное. А сейчас Андрей, допустим, да, он себя пробует в другом плане. Он себя пробует композитором. Я считаю, что это тоже достойно. Потому что что не песня выходит, то выходит хит. И все исполнители поют это с удовольствием. И я считаю, что... Понимаете, человек сам определяет свой бизнес, он сам работает. И я даже, да, несмотря на то, что у нас разница в возрасте там практически 12 лет, я скажу честно, выйдя из театра, я был немножечко такой инкубаторский цыпленок. Потому что ты за 4,5 года и работой в театре, ты настолько... Ну, представься, да, жизнь. Ты находишься на воле ну, 2 часа в сутки плюс сон. Потому что ты в 10 утра уже в театр летишь, у тебя репетиция, репетиция, ты тут же в буфете перекусил, ты идешь на спектакль, ты спектакль отработал, пока у тебя идет выхлоп эмоциональный, да, все равно. Я понимаю, что да, надо бежать домой и так далее, но у тебя все равно... Вот я такой человек, что мне надо немножко там остыть после работы, вот чуть-чуть, я не могу сразу взять и нажать кнопку и отключиться. Вот, поэтому все равно, да. И в результате получается, что ты поздно приезжаешь домой, пока ты повторил роль завтрашнюю, или что... О чем-то надо подумать, потому что роль надо ее придумать, да. Это тоже как бы визуальный продукт, да, происходит. Вот. И получается, что ты не находишься, у тебя нет времени особого для встречи с друзьями, для светских раутов, если ты востребованный актер. Я не поверю, что востребованный актер, понимаете, он постоянно по тусовкам, как это, шлынгает, да, там где-то. Нет. Я знаю, вот, Иван Рыжиков, да, актер замечательный, сейчас ведущий актер театра на Таганке. Я знаю, что он редко где появляется, потому что он востребованный актер, у него очень много работы. Вот. И так же происходит у тех актеров, которые востребованы. И когда, как бы, я от театра, да, освободился, то для меня многие вещи, да, я начинал заново. Я заново начинал познавать, как бы, жизнь. И вот я скажу, когда, поэтому, когда я посредился с Андреем, я увидел, что в вопросах бизнеса, он даже где-то более продвинутый, меня, и у меня есть чему учиться. То есть у меня есть, да, и чему у него учиться. Мне. Вот. И это очень интересно. Или взять Иру Салтыкову, которая тоже работает без директоров, да. Да, человек занимает свою нишу. Что бы они ни говорили, но она занимает свою нишу. И она делает это профессионально. Я считаю, что это правильно. Она ни на что не претендует. Она же не говорит, что она мацаратка-бальгер. Она Ира Салтыкова, она правильно делает свой бизнес. И делает, и востребована. Вот. И дальше... Ну вот поэтому я со звездами и работаю. А потом жанр, именно музыкального кино. Потому что мы делали как бы музыкальные фильмы, которые в этот период не делал никто. Это была история, да, где исполнитель выступал либо в качестве актера, либо самого себя, но все равно для него писались диалоги, да, и он делал, как актер эту работу. Не было идеи снять именно прозападный музыкал. Конечно. Ну как же смотреть мюзикл, который снимают на Западе, или смотреть... Вот у нас, когда началось это все, вот появились... Я смотрел там Интердам... Интердам... Интердам де Пари. Да, Интердам де Пари. Я смотрел, потом я смотрел Кошки. Это уже театральные, которые обстановки снимали. Нет, нет, нет. Я смотрел просто как... Я ходил смотреть, да? Кэтс, Кэтс. Да, вот-вот, да. В театре я смотрел. Вот. Я подумал, какое счастье, что, во-первых, у людей, которые сейчас присутствуют на сцене, есть возможность реализовывать себя в этом жанре. И какое счастье для зрителя, который приходит и это смотрит. Потому что есть достаточно красивые спектакли и очень красивые артисты. И у нас есть прекрасные голоса. И какое счастье, ты понимаешь, что у нас существует не одна фабрика звезд. И что люди умеют петь. И люди умеют играть, они выходят на площадку. И понимаете, да? Это здорово. И я скажу, что мне искренне жаль, что этих артистов никто не поддерживает. Да, если на Западе, да, актера, ты видишь, да, человек талантливый, он сразу так хоп, и как бы вот-вот-вот, иди, двигайся туда-вперед. То у нас получается так, что абсолютно эти актеры никому не нужны, к сожалению. И очень бы хотелось, чтобы они нашли свое место в дальнейшем. Они реализовывали бы себя не только в этом жанре, но и пробовали себя в остальных жанрах. Я еще хочу сказать, почему, да, я работал со звездами, с музыкальными, потому что у нас, вы знаете, как-то было принято, что вот ты поешь, ты и пой, ты танцуешь, ты и танцуй, да. А можно массу примеров вспомнить, да, на Западе. Сегодня она модель, завтра она себя пробует в кино, послезавтра она себя пробует на сцене, а почему нет? Человек должен себя пробовать. Мы живем одной жизнью, себя нужно пробовать в разных апостасиях. Надо пытаться себя реализовать, надо искать. А наша ленность, она всегда определяется тем, что вот он еще и запел, вот он еще и заплясал. А мне и лень. Да. Не, а наша ленность, она прикрывается. Надо главное осудить человека. Вот. Так вот мне хотелось, да, допустим, мне хочется эксперимента. Вот Лариса Долина у меня сыграла с Новым годом, с новым счастьем в фильме «Кладовщица ликера водочного завода». Клево, да? Вот как можно представить, да, Лариса Долина и кладовщица ликера водочного завода. Совершенно вещи неспоставимы. Но как только я получил финансирование на этот проект, как бы я знал уже, кто был финансов главной роли, я представлял это очень четко. И когда я отправлял сценарную заявку Илье Спицын, мужу, Ларисе, честно говоря, я так немножко волновался, хотя уже я и снял там порядка десяти клипов сделал с ней, я снимал все ее музыкальные программы, и у нас прекрасные отношения с Ларисой Александровной. И я могу сказать, что это вообще потрясающий человек. Именно человек. Потрясающий. В жизни. В жизни, да. Я не говорю о том, какой это профессионал, насколько это требовательный вообще человек. И она задает такой класс, что ты по-другому потом уже не можешь существовать в жизни. На меня там говорят, почему ты на площадке там требуешь, да. Вот у меня, представляете, у меня в кадр входит актер, у меня было, у меня чуть не было вообще, у меня чуть не разбило паранойя прямо на площадке. У меня входит в кадр актер, который играет олигарха. У него белый костюм и одеты вязаные носки на ногах. И мои костюмеры не могли понять, почему это плохо, почему я ору на них на площадке. Они не могут понять. И вот такие люди делают у нас кино. Сложно. Сложно. Ну, вы же должны придумать до мелочей. Да, вот я говорю, что они считают, да, они считают, что это вот так, да. А что? Понимаете? Или когда человек раздевается в кадре, а у него в семейные мятые трусы. Ну, более чудовищные вещи, да, положительный герой. Я говорю, вы понимаете, он положительный герой. Он не алкаш. У него, у него сейчас будет какая-то нежная сцена там с женщиной, да, с любимой. А зритель будет смотреть на мятые трусы, потому что оторвать взгляд от них невозможно. Они перетягивают внимание. Люди этого не понимают. Вот. Так я говорю, что вот многие такие вещи, это вот как раз благодаря тому, что я работал с этими звездами, да. Да, вот особенно Лариса Александрова. Потому что эта женщина, она безукоризнена во всем. В человеческих отношениях, в том, как она себя ведет, в жизненных принципах. И у меня была такая история, которая просто, как бы, я могу сказать, она меня поражает до сих пор. И я не боюсь даже показаться сентиментальным, но в 99-м году я попал в автокатастрофу. Очень мощное было, значит, очень мощное, как бы, было выпадение из жизни, потому что я лежал в склифе, и, значит, вообще разобранный, на запчасти. То есть, все, что можно было сломать, я сломал, кроме, слава богу, что не был поврежден, как бы, сильно позвоночник. Там были повреждения, но те, которые можно корректировать. Вот. И представь, кого я первый увидел из-за своей постели, когда открыл глаза. Это была долина. Понимаете? Там не мои друзья, список псевдодрузей, которые в то время у меня были, да, которые люди меня окружали, а была Лариса Александровна. Без грима, без всего, я тебе скажу честно, я сначала не узнал. Я когда вот так глаза приоткрыл, я увидел ее, я даже не понял, кто это. А потом только я, как бы, догадался, кто это. В какой-то момент включился. Я понял, что это оно. Вот тебе человеческий фактор, да, человека, да, и та планка, которую он задает. Вот. И я скажу, что, что вот, как бы, мне хотелось, чтобы эти исполнители, эти звезды, попробовали, прежде всего, себя в амплуа, в другом. Да? И когда вот отправил эту заявку, и Лариса Александровна прочитала, она сказала, да, я буду сниматься, мне это интересно. Потому что, это та работа, которой у меня никогда не будет. Потому что, на сцене, да, она такая, ну, несколько все-таки, она, она такая, знаешь, как бы, такая снежная королева. Вот немного, да, у нее такой вот, как бы, есть песни, конечно, теплого, да, характера, но, очень, как бы, человек высоко, да, от зрителя, бывает, находится, да, там такие, и, как бы, а здесь, она говорит, я никогда этого, таких песен нет, вот это нужно попробовать, потому что, это те зрители, которые приходят на мои концерты, я хочу поговорить о их жизни, с ними, языком кино. И мы сделали работу, которая, которая, я считаю, ну, во-первых, был сумасшедший рейтинг, просто уработал. Хотя, опять же могу сказать, когда я запускался с этим проектом, мне говорили, а кому нужен этот проект? Я говорил, вы знаете, я хочу начать с самого сложного. Я хочу взять зрительскую аудиторию после сорока лет. Потому что люди думают, что в сорок лет жизнь заканчивается. Ты куда, вот, слышишь, да, или читаешь объявления, требуется там, такой-то, такой-то специалист, в возрасте, там, до 35 лет. Почему-то полностью игнорируется человек, который на самом-то деле, вот он набрал, он набрал мастерство, да, он набрал какой-то жизненный опыт, у него определились какие-то принципы, и он уже совсем, но этот человек почему-то не нужен в бизнесе, получается. А я вот как раз хотел поговорить о том, что любовь, если ты ее встречаешь, она будет и в 40 лет, и в 50 лет, и в 60 лет, и в 70 лет, если это любовь настоящая, она будет, обязательно. И любовь, она не отличается от той любви, которая будет раньше или будет позже, потому что это любовь. Вот мы сделали такой фильм. И этот фильм смотрели не только взрослые, то есть взрослые, да, аудитории, ну и смотрел ее в молодежную аудиторию, и очень тепло приняли картины. Вот многие говорят, что не бывает плохих актеров, бывают плохих режиссеров. Правильно, в кино только так. Я могу сказать, что за все косяки, которые происходят в моих работах, виноват только я. Я никогда не могу сказать, что виноват актер. Еще Сергей Юрский сказал, замечательная из книг «Кто держит паузу?» Он сказал, что в кино паузу держит только режиссер. Почему вы часто видите, что замечательный актер, да, звезда. Вот прихожу я, я его смотрел в Довиченко недавно, в театре. Потрясающий актер. Потрясающий. Я смотрю, думаю, вообще такой диапазон актерский, такой классом показывает. А покажите, где такие роли у него есть в кино. Да, человек использует типажно, очень неумело, я считаю, совершенно не раскрывая его актерского там диапазона. поэтому кино это совершенно. Я почему могу сказать, ну, может быть, это прозвучит не очень скромно, но я тебе скажу так, что я в свое время и перестал сниматься в кино на какой-то период времени, потому что те роли, которые мне предлагали, и те режиссеры, с которыми я общался, извини меня, я просто видел, что я намного умнее их. и мне не хочется работать с непрофессиональными людьми. Не хочется. Я по молодости это было интересно. Я снимался и во ВГИКовских учебных работах, потому что мне нужен был тренинг, мне нужно было заработать, да, как бы наработать свою портфолио актерское. А потом все, наступил какой-то период, когда я сказал, что я не хочу этого. Я не хочу сниматься, особенно был период в нашем кино просто потрясающий. Вчера он был банкиром, сегодня он режиссер. И вообще профессия режиссера сейчас, вообще она, ее снимет, ну, она упала. То есть, для того, чтобы стать режиссером, бывает даже так, что я приглашаю к себе в студию, да, человека снимать какую-то малую форму, там, клип, да, или рекламные ролики. И человек приходит очень смело. Он смело так приходит, да, я буду снимать. А что у вас есть из работы? Да нет, ничего нет. Я сниму, я знаю, что вот я выйду и сниму. Так же, как профессия, вот сейчас потеряна профессия актерская, в некотором смысле. Почему? Потому что уже вытащено на обозрение столько грязного белья, что кажется, что, извините меня, в кино работают только одни шлюхи и еще непонятно, кто. И какие-то фрики там работают. Понимаешь? Вот серьезно, что это не профессия. Почему-то забыли люди о том, что это профессия. У нас почему-то актеры теперь, Брэд Питт, да, у нас есть американцы, хотя американцы, это давно известно, да, вся Америка поднималась на русской актерской школе. Конечно. Вот и все. И понимаете, я сейчас смотрю, кстати, по развитию, по оценочному ряду на экране, по тому, как они существуют. Они давно обошли нас, давно, используя наши же технологии актерские. Но они уже вырвались вперед. Потому что люди трудятся, они забывают, что это труд, надо трудиться. А не то, что, конечно, жизнь твою лишит какой-нибудь дядя олигарх за твоей спиной, но он не лишит твою, то есть не решит твою профессиональную судьбу. Он не решит. Никакими деньгами бездарность не прикроешь. Вот. Игорь, это была песня из сериала «Проклятый рай». Как вообще появилась идея создания такого довольно скандального сериала? Идея скандального сериала канал НТВ хотел сделать сериал для мужчин. Вообще, как бы эфир этого сериала предполагался на более позднее время, в 10.45. То есть изначально была поставлена задача такова, чтобы мы сделали бы сериал, который мог бы заинтересовать мужскую аудиторию канала. Вот. И чтобы была и любовь, и какие-то там и экшен был в некоторой степени, да, и может быть где-то триллер, сериал, ну, немножко... Побегали, постреляли, постреляли и так далее, да. Вот. Но при всем при этом впервые была поставлена как бы задача, мы задумались о том, что сериал, да, если это мужская аудитория, он, конечно, должен быть, как бы, он должен еще затрагивать и некую другую сторону, да, но что для мужчины актуально и важнее всего, это, конечно, женщина, да. ему и отношения с женщиной, да. И вот мы на самом деле подумали и пришла такая идея, чтобы сделать сериал о элитном загородном клубе, который предоставляет эскорт услуги для сильных мира всего. И мы отнеслись к этому достаточно добросовестно и серьезно, я считаю. для меня тема была абсолютно новая, я вообще люблю новое. И почему я взялся за этот сериал, потому что эта тема была необычная, она была просто новая, и я подумал, да, сложно, но это интересно, это надо попробовать. Я даже не представлял, с какими трудностями можно столкнуться, работая над этим сериалом. Производителем сериала была компания «Пирамида», она выступала как заказчик, а производителем сериала была «Нью Лайн оф Стар Студио», наша студия, с которой я сотрудничаю, и весь продакшен и постпродакшен осуществлялся на базе нашей студии. Мы занимаемся производством, мы принимаем заказы по производству и малых форм, это и клипы, и рекламные ролики, и корпоративная продукция бывает, и игровые фильмы снимаем, и мы взялись за этот заказ. Когда я прочитал сериал, я, честно говоря, там было намешано столько жанров, что пришлось как бы определять основную линию, надо было отсечь все, что не нужно, надуманное, и оставить актуальность, что действительно могло бы заинтересовать. Прежде всего, мне кажется, что в этом сериале должно было заинтересовать не только эротика, какая-то там клубничка, перчинка и так далее. Это девушки в сериале, я считаю, просто божественные. Но еще хотелось, чтобы заинтересовал вот этот вопрос, вопрос живого человека. Вы знаете, мне часто задают вопрос, как вы, как вы посмели, как вы посмели пропагандировать насилие, как вы посмели пропагандировать проституцию в нашей стране, я говорю, простите, а что это не люди, я говорю, а что это не люди, вот может быть, не очень хорошее сравнение. Врач-практолог занимается тоже некрасивыми вещами, но он спасает вашу жизнь. И если вам приспичит, вы побежите к этому врачу и забудете о том, насколько это красиво и некрасиво. Понимаете, здесь ситуация, да, очень открытая, проблемная, такая проблема существует. Для меня было важно, да, показать, что когда девушка, да, многие девушки, не подумав, стремятся приехать в мегаполис, не представляют, что их там ждет. И когда к ним на улицу подходит красивая женщина, дорого одетая, обложечной внешности, да, такой и так далее, и предлагает им работу, я надеюсь, что наш сериал, да, заставит этих девушек задуматься, а туда ли они идут. Что за этот лак, за этот блеск обязательно придется платить. Только чем вы будете платить? И надо ли им это? Я не определяю выбор. Я считаю, вообще режиссер не должен определять выбор. И говорить, это плохо, это хорошо. Давайте будем тогда снимать сказки. А если ты снимаешь кино про жизнь, о том, как в жизни это происходит, нужно вопрос всегда оставлять открытым. Потому что человек должен принять. почему-то на Западе, да, я вот смотрю, не боится показывать фильмы актуальные, да, связанные с абсолютно разнообразной тематикой. Альмадор не боится показать фильмы, да, где затронута проблема торговли человеческими органами. Он не боится поднять проблему трансвеститов, да, и поднять вопрос прав сексуальных меньшинств, да, не боится. Он, другие режиссеры, да, ну, давайте говорить о проститутках, а вспомним Сонечку Мармеладу, кем она была. Я могу сказать, что вот, пожалуйста, как бы, те вопросы, которые люди поднимали для того, чтобы, и когда вопрос поднимается, он уже не настолько страшен. Тогда человек знает, это можно, это нельзя, да, а что такое вообще, да, зеркало сцены есть такое понятие, да, это театр, ты зачем приходишь в театр? Ты иногда находишь там ответ на сцене, потому что тебе перед тобой создают ситуацию, в которую якобы ты бы мог бы попасть, и ты, как бы, снимаешь эту ситуацию, ты ее определяешь потом для себя. Вот. И так же кино. Я считаю, что нужно показывать, да, есть масса скандальных фильмов, когда ты смотришь их, и ты принимаешь решения, и это никакая не популяризация, там, да, того или иного порока в этой жизни. Потому что я думаю, что если вопрос закрывать, да, в нашей стране секса нет, да, или в нашей стране СПИДа нет. Кроме проблем, мы ничего не приобретем. Вот. И поэтому, ну, я прежде всего хотел, я честно не спекулировал на этой теме, мне очень хотелось, как бы, поговорить об этом, поговорить о людях, да, которые попали в те или иные жизненные обстоятельства. И ведь не даром фильм заканчивается, да, когда девочка говорит, Карина Риука, замечательная актриса, молодая, потрясающая просто, она говорит такую фразу, а куда нам идти? Освобождаю нас, вы подумали, куда мы пойдем? Очень хорошие слова. Очень хороший, как бы, вопрос звучит с экрана. Или когда, Эвелина Блёданс, которая играет, я считаю, очень хорошо, играет главную героинь, Екатерину Ивановну, которая говорит, я вас не боюсь, это вы меня боитесь, это вы меня сделали такой, тоже актуально. Разве не актуально? Актуально. Поэтому я вел разговор, я старался вести разговор, достаточно актуально с экрана, используя все жанры, потому что там есть и комедия, там есть и трагедия, там есть, ну, наверное, по жанру все-таки это трагедия даже, в некотором смысле, да, жанр этого сериала. Вот. И что еще можно сказать об этом сериале? Я, как бы, хочу, во-первых, я очень благодарен тем актерам, которые не испугались принять участие, потому что было сложно набрать актеров. Актеры боялись касаться такой темы, они боялись, что эта тема может испортить их имидж актерский. И, но вот я благодарен тем актерам, которые поверили мне. И мы работали очень честно. У нас была главная ситуация на площадке, которая редко бывает, к сожалению, потому что сериал это выработка 20 минут в день, это нужно работать и днем и ночью, и это очень напряженный график, и у актеров, и у персонала на площадке. Это, надо обладать достаточным мужеством, чтобы все это преодолеть в течение, вот мы снимали сериал 154 съемочных дня практически без отдыха, без выходных. Вот. и я хочу сказать, что актеры молодцы просто на самом деле. Потому что мы, самое главное, что у нас царила на площадке атмосфера творчества. Да, мы успевали заниматься творчеством. То есть, это не было формально, да, две говорящие головы повернулись, сказали, ты сказал, и как это, знаете, из ГВГ понятия, глаза в глаза. Посмотрел. Вот так вот. Посмотрел и все в конце. А здесь, нет, мы занимались творчеством, мы снимали, я вообще не понимаю, у нас есть такое, знаете, понятие мыло. Вот мыло. Игорь, что ты паришься, мы снимаем мыло. Я вот этого не понимаю, потому что я включаю сериалы американские числа. Я беру, смотрю, да. Я не думаю, чтобы создатели этого сериала говорили, они кичились, да, что мы снимаем мыло. заранее, да, уничижая продукт, который вы производите. Мне как-то понравилось, я не буду называть сейчас имен, но мне очень понравилось, у того же Андрея Губина была ситуация, когда мы были, мы находились за кулисами, и когда один абсолютно распоясавшийся молодой человек, медийное лицо, позволил себе говорить о том, что попса, это все типа фигня, ну что фанерчики, как у вас дела и так далее. Андрей Паверонцев ему спокойно сказал, что ты не имеешь права то дело, которым я занимаюсь, принижать и оскорблять нас здесь, находящихся в зале. И он его четко поставил на место. Я считаю, что не бывает профессий, к которой можно относиться вот так вот спустя рукава. понимаешь, и тем более заранее, да, делая, пытаясь сделать топовый продукт, да, его опускать заранее. Вот. Поэтому мы к этой работе относились профессионально, требовательно, без фанатизма, потому что я считаю, что фанатизм это плохо, просто требовательный, профессиональный, это вполне достаточно для того, чтобы создать очень хороший, качественный продукт. Вот у нас, к сожалению, время подходит к концу. Вот. Дорогие слушатели, зрители, не отключайтесь. Продолжение беседы с Игорем Карабенниковым через полчаса в программе VIP. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем пока. До встречи.